Микс Ньюс Фильмов будет показано и один из фильмов, причем снятый при участии эстонских и латвийских кинематографистов и также выдвинутый, я понимаю, номинированный на Оскар от Эстонии, получивший приз в Карловых Варх, фильм, который можно будет совсем скоро посмотреть на большом экране, который называется «Бессмертный». Вот о нем сегодня мы поговорим, ну а также вообще о документальном кино в России. Режиссер этого фильма Ксения Хапкина сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Ксения, доброго. Здравствуйте, Олег, доброе утро. Картина, вот прежде всего фильм, который снимался в российском городе «Апатиты», фильм, который рассказывает о России, тем не менее снят при участии эстонцы, ну вот куб-продюсеры эстонцы и также, я понимаю, латышский сценарист, оператор и еще там ряд в съемочной группе из Латвии. Да, у нас было эстонско-латвийское производство и в Латвии у нас продюсировал «Ульде Секулис», и у нас был один из звукорежиссеров латвийский и прекрасный Криш, который делал нам цвет, я считаю, что это отдельное вообще произведение, потому что вот на каждом фестивале кто-то мне говорит, а как вы добились такого цвета? Вот так вот это был Криш из Латвии, и у нас был эстонский композитор, два эстонских композитора, Роберт Юриндал и Ариан Левин. И да, много разных людей участвовало в этом проекте, это было такое большое путешествие для всех нас. Насколько этот фильм снят для российского ли зрителя, или он напротив, может быть, призван помочь понять загадочную русскую душу? Хороший вопрос. Я не делала, наверное, фильм, не думала о том, чтобы это было как-то для российского зрителя, или нечто на экспорт, да, то есть как некая знакомство с Россией. Мне хотелось сделать фильм о людях, и для людей, в принципе, как и предыдущие фильмы, это всегда человеческие истории в первую очередь, даже если есть какая-то доминирующая такая геополитическая составляющая, как в этом фильме, или там философская. Все равно это о людях, и это о процессе, который очень ярко заметен в России, процесс такой вот замыкания, что ли, внутри одной группы каких-то идей определенных, да, и создание фигуры внешнего врага. Но это не только для России характерно. К сожалению, этот процесс во всем мире сейчас набирает обороты, и это довольно опасно. В фильме просто что сразу, ну, во-первых, конечно, действительно, это картинка, это вот цвет, это что-то такое космическое, вот мы уже заговорили за эфиром, что-то такое впечатление. И кроме этого, я думаю, нет авторского текста, то есть здесь нет такого, чтобы вдруг там тебя, я имею в виду зрителя, взял за руку добрый рассказчик и начал говорить, вот мы, мы же, это прекрасный город, там, значит, вот оситы. Здесь живет там такая-то семья, то есть вот начинает рассказывать, рассказывает, рассказывает, здесь практически нет как будто бы авторского отношения, или оно все-таки присутствует. Этот закадровый голос, он нужен, не нужен, в каких случаях? Я не использую закадровый голос, здесь тоже не использовала, хотя иногда я встречаю очень хорошие фильмы с закадровым голосом. Ну, я не использую просто по чисто таким, исходя из моих представлений о кино, потому что я считаю, что картинка, изображение, это нечто, что апеллирует к нашему рациональному мышлению, да, и мы, это первый язык, который мы осваиваем до наших разговорных языков, язык изображения, то, что каждому человеку на земле понятно, и, соответственно, мы лучше анализируем через увиденное. Звук, это всегда лежит в сфере эмоции, и если уж иметь закадровый текст, то он должен быть эмоциональным, я так считаю. Поэтому я не использую звук, не рассказываю историю словами, потому что кино – это визуальный, в первую очередь, жанр, на мой взгляд. Это раз. А во-вторых, ну да, не хотелось бы что-то комментировать. Там в начале фильма есть титр, который объясняет немножко бэкграунд происходящего о том, что это там город, который был, вырос из трудового лагеря, да, из системы ГУЛАГ. Немножко там экономический и политический контекст, как мы пришли сюда. И это уже некий такой контекст, который, да, ну, который важен для меня, мне кажется, для понимания. Ну, это, в принципе, такой единственный такой толчок, и то он в титрах, так аккуратно мы его дали. Вот, в принципе, наверное, можно было бы и без него обойтись, тогда был бы фильм ещё шире, но я решила, что мы всё-таки его оставим. Я, кстати, в фильме, по-моему, даже не уловил точного указания на место, то есть это создаёт какое-то, ну, вот, получалось, что это как будто бы абсолютно среднестатистический какой-то вот город, далёкой вот провинции, который, из которого идёт сырьё и второй вот поставщик, то есть это людской ресурс, то есть вот который выкачивает как бы и людей, и готовых уже сформированных, и недра земли. То есть вот если, ну, вот у меня какой-то такой вот сложилось, конечно, посыл, что это какой-то обобщённый город, то есть не конкретная точка на карте. Да, 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 это очень справедливое замечание, так и есть, я бы не хотела, что когда есть точный адрес, да, точный город конкретный, вот этот человек, посмотрите, что он делает, тогда невозможно анализировать социальный процесс, что фильм о социальном процессе всё-таки, а не о человеческих решениях, да, конкретного человека. И я не могу ничего сказать, наверное, такого оценочного о людях, не могу никак оценить их как людей в отношении фильма, в контексте фильма, потому что это неважно, потому что любой человек может оказаться на месте, там, этих мальчиков и девочек танцующих, их учителей. Это не вопрос личностный, да, то, что люди принимают в этом участие, а вопрос, ну, как бы того, как система образования, система организации, там, труда, система политическая приводит людей к такому вот странному существованию, в принципе, потому что люди в фильме моём, они проживают, как мне кажется, не совсем своей жизнью. Да, то есть мы видим их как будто бы за учёбой, за каких-то, ну, кстати, так и не было ни одного кадра в домашних условиях, то есть жизнь заканчивается перед порогом квартиры, то есть это было сознательное решение не заходить внутрь, то есть мы заходим в подъезд, но не заходим в сами квартиры. Абсолютно, абсолютно сознательное, потому что это как бы весь фильм, это некое представление, в общем. И мы снимали только публичные события и только те ситуации, в которых люди были готовы нам себя показать. И мне кажется, это очень важно, потому что мы, ну, как обычно в документальном кино, там, мы работаем с героями, всячески есть разные там приёмы, как заставить человека расслабиться и быть собой, да. Здесь я долго думала, как снимать людей, как показать вот миф, собственно, да, и некую вот эту вот выдуманную историю с стремлением к тому, чтобы остаться в потомках без, там, бессмертия, да. Вот, как вот это вот всё такое... Это всё объясняет название фильма «Бессмертный», чтобы было понятно, да. Да, да, да. Как вот эту вот искусственную идею её показать. И потом, я ночью не спала, я как-то проснулась с утра и поняла, что просто нужно дать людям показать себя в том виде, в котором они себя там видят или чувствуют, а в том виде, в котором они бы хотели себя публично презентовать. Вот, и из вот этой публичной презентации мы получаем дальше как раз вот срез именно вот этой вот как бы искусственной идеи, которая живёт в голове людей и проецируется на реальность и создаёт какой-то такой странный мифологический круг. Вот, поэтому мы не снимали частную жизнь, потому что речь не о частной жизни, а о том, почему у людей, у меня был такой вопрос, почему люди продолжают принимать участие в каком-то таком странном спектакле, несмотря на то, что это даже время для жизни, можно сказать, и для здоровья, и совсем не в их интересах продолжать вот так жить и воспитывать детей так, да, потому что там есть посмотреть на кладбище, то это страшно просто. Это между 50 и 60 возраст такой на кладбище средний. И есть там совсем молодые, которые погибли за границей, то есть в каких-то... Кладбище на войне, да, да, там много жертв и промышленных, и военных действий. Чем отличается документальный фильм, например, от телепередачи? То есть вроде бы ведь это и похожие задачи, которые выполняют создатели картины. Вот что делает картину документальным фильмом? Ведь мог быть просто сюжет, вы могли бы там заказать телевидение, а снимите-ка вот часовой какой-то такой вот фильм, предположим, о жизни города. Ну, да, это бы не получилось это сделать, то, что я хотела показать, потому что здесь такое, в общем, в каком-то смысле, можно сказать, антропологическое исследование. Мы не ставили ничего, да, то есть, да, мы давали людям себя презентовать, но мы снимали спонтанные ситуации в любом случае. Спонтанные даже, вот я нашим слушателям скажу, что там есть лексика ненормативная, которая звучит, когда, ну, не будем говорить когда, но в какие-то моменты там вырываются крепкое словцо. Ну, это часть как бы армейской культуры, в общем, мы не могли, я не могла от этого изваться, что, ну, иначе там, ну, это такая немножко искусственная была бы жизнь. Да, поэтому мы оставили, что это часть вот этого, ну, характера. Но ведь когда пишется сценарий, в обычном, в художественном кино создается сначала как будто бы фильм в голове, а затем подгоняется, ну, вот этот сценарий, он просто переносится, заставляя актеров исполнить вот то, что должно быть. Как в документальном кино, если вы говорите, что здесь свобода и спонтанность людей, которые, в общем-то, ведут себя в естественных условиях, но как тогда создается сценарий, на основе которого дальше картина снимается? Да, хороший вопрос. То есть противоречие вроде бы. Это, да, это, мне кажется, нет такого рецепта, что всегда одинаковый сценарий, там, для предыдущего чеченского фильма у нас был очень условный... «Приходи свободным», да? Да, фильм «Приходи свободным». Для предыдущего... у меня был такой сценарий, который не сильно уже имел отношение к финальному действию, потому что там был, скорее, для меня важный экзистенциальный вопрос, каково это жить в такой ситуации, когда нужно все время быть готовым к войне и к какому-то бедствию, да? А каково, да, вопрос? Поэтому это такая не очень рациональная идея, мы следили за людьми, и мы следовали за тем, куда нас приведут люди. А здесь немножко более интеллектуальная изначальная постановка вопроса. Здесь вопрос, почему люди продолжают... у меня был... Почему люди продолжают жить как заключенные, когда они... их никто... Они не заперты в тюрьме. Ну, так, очень грубо, если сформулировать, так, идея. И сам вопрос, почему, он подразумевает некий анализ, да, системный, и источников. И я работала с архивами, и я общалась с людьми, которые приехали туда в разное время, читала мемуары людей, которые приехали как заключенные, потом те, кто приехали на комсомольскую стройку, я встречалась с ними там, спрашивала, почему, как, ну, анализировала источники, то, что уже написано о советской идее, советском мифе. И в этом смысле мне очень помогла одна статья Ольги Эдельман, вот, о советской мифологии, кстати. И, в принципе, это была такая финальная точка, когда я точно уже сформулировала, то, что фильм будет называться «Бессмертный», и что он будет выстроен именно так, а не иначе. И в сценарию мне была прописана общая структура, как бы ход мысли, от чего мы приходим, и с чего мы начинаем, куда приходим. Мне было в сценарии написано, что мы начинаем со сказки, с какого-то такого мифологического пространства, и приходим к реальности. И, в принципе, из-за этого мы решили, что мы будем снимать «Полярную ночь». Это было предложение оператора Саши Демьянки. Но это было очень мудро, потому что в этом электрическом свете весь город выглядит как сцена. Абсолютно, да. И когда ты показываешь дневные кадры, да, мы в конце их только показываем, ну, сразу понятно вообще, что за ситуация и как там живут. Я хотел бы так рассказать, что солнышко мы видим, по-моему, только на плакате. Единственный момент, когда на плакате мы видим солнце. Солнце не появляется. Да, да, там мы это солнце, и там нарисовано на стене, где девочки занимаются в классе, солнце. Потом где-то в городе какие-то плакаты действительно с солнцем. И на заборах очень часто там замечали нарисованное солнце. И да, я думаю, что это тоже важно, такое просто человеческое обстоятельство, что люди живут вместе без солнца, неприспособленным для жизни. И, соответственно, ну, конечно, чтобы там повеселее было, нужно себе придумать какую-то сказку. Но и тут подключается государство и говорит, а вот вам такая, например, сказка. И дальше всё вот происходит так. Довольно циничный, на самом деле, ход. Ну, довольно страшный, потому что, когда смотришь на ребят, которые проходят вот эту муштру, там, военную подготовку, и видишь, что как будто бы ведь они совсем не приспособлены для этого, и как-то, ну, делается жутко не по себе. То есть какую-то прямо такую страшную сказку как будто бы нарисовали. А действительно и портреты Ленина, и там цитаты Ленина в этом городе, всё-всё сохранилось как... Ну да, как во всех советских городах, что таких городов, как Апатита, очень много на территории, значит, постсоветской, потому что это промышленные и военные города, и Апатита – одно из тех мест, где не было сильной национальной культуры. В принципе, я могла бы снять этот фильм, наверное, где-то и в Латвии, и в Эстонии, и даже в Петербурге в каком-нибудь рабочем районе, где у меня были бы дома хрущевского времени, и вот это вот всё. Но это было бы сложнее, потому что всё-таки очень сильная культура какая-то местная, и это всё смешивается. Я хотела бы, что, мне кажется, советская идея, она вне национальная, да, и мне хотелось иметь вот этот чистый... Эксперимент такой. Чистый продукт, да, где были бы вот только советские надписи, вот это вот всё, и таких мест очень много, и, в принципе, там, ну не будут же они там, ну что-то они разобрали там было, мне очень жаль, мы не застали. Была чудесная стена с какими-то космонавтами, с Лениным, и... Ну вот это вот они уже разобрали к тому моменту, как бы начали снимать, ну что ж поделать. Синя, ну вот вы же 89-го года рождения, и, казалось бы, вот этот поезд советского... Я ещё застал, вот я 66-го, поэтому я как бы прожив довольно... Ну в то время я застал хвостик, может быть, там советского. Но я до сих пор вот помню, когда, ну у меня дедушка в 37-м году сидел, и я до сих пор помню, как бабушка, когда там что-то, будучи ребёнком, начал пересказывать что-то слышанное от родителей где-то в парке, и вот как она побледнела, мне заткнула, буквально закрыла рот, и там, схватив за руку, срочно потащила домой. То есть я понимаю, что этот генетический страх 37-го года в ней сидел. То есть она вот, там какой-то анекдот про Брежнево или что-то ещё, но уже в 70-е, в конце 70-х годов за это не сажали. Ну, бывало и сажали, это тоже так. Но это было как вот какой-то вот просто у неё вот этот, я помню, жуткий страх вот в глазах. Но как вам, как вы пытались вот эту эпоху прочувствовать, потому что, ну вот, какая-то связь времён? Это очень важно, да, что вы рассказали вот эту историю про генетический, что называется, страх, потому что мне вот тоже большой вопрос, что я выросла в такой семье, мой отец поэт второй культуры, мама журналист, и они им очень не нравилась советская эта культура, и мне растили так, какого-то у Советского Союза не было. Мы даже проезжали как-то, помню, по дороге домой, памятник в Володарске, и я спрашивала, кто это, мне сказали, это один римский поэт. И я, в принципе, уже в осознательном возрасте как бы узнала о том, что такое Советский Союз, что была такая революция, да, и вообще, где я нахожусь. Я узнала осознанно, меня как-то изолировали. Потом, когда делал этот фильм, выяснилось, что довольно много людей моего возраста, притом, значит, одна моя подружка, она даже из семьи военного, который тоже своим детям не рассказывал, что такое Советский Союз. Вот так. И довольно много людей, вот кто знал и чувствовал это, старались вырастить своих детей как будто бы в другой немножко реальности. Поэтому, да, я могу сказать, что у меня есть немножко этот взгляд со стороны, но он не со стороны, потому что тоже, потому что я в этом выросла, я ходила в советский детский садик, с которого я сбежала очень быстро, но ходила все-таки и в советскую школу, и, в принципе, это все, эта культура никуда не уходит, и поэтому я, наверное, имею к этому какое-то отношение. Но, возвращаясь к разговору о генетическом страхе, мне кажется, вот так, если подумать, что не в Советском Союзе, а не до этого в Российской империи, у людей не было никогда настоящих гражданских свобод. Что у меня был вопрос, почему вот если людям так тяжело жить, если их работа их убивает, правда, почему не собраться вместе и не сказать, стоп, мы просто не пойдем на эту работу, потому что она нас убивает, и не потребовать от власти каких-то адекватных там мер, да, перемен. И я думала, почему, почему, потом, да, в итоге пришла к выводу, что действительно, например, в Западной Европе люди уже несколько сотен лет могут себе позволить выйти на улицу, ну, может быть, их побьют, да, но их не посадят, их не расстреляют, их не репрессируют. А у нас, в принципе, всегда за публичное высказывание какого-то радикально иного мнения из-за требования своих прав у нас очень жестоко наказывают. Поэтому, ну, что-то должно такое произойти, чтобы этот страх ушел. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Напомню, режиссер Ксения Ахапкина, автор фильма «Бессмертный», который можно будет посмотреть на «Ардокфест» и сегодня у нас в гостях. И еще раз я напомню, что создатель фильма «Бессмертный» режиссер Ксения Ахапкина сегодня у нас в гостях. Фестиваль «Ардокфест» уже прописался вот в Риге. Я знаю, что вы уже не в первый раз со многими своими работами участвуете в «Ардокфесте». В какие-то случаи, там, по-моему, вы даже жаловались, что не получили награду, там, ну, все впереди еще. Я жаловалась? Нет, ну, где-то было, что в каком-то интервью проскочило, что, ну, да, ну, вот не отметили, но ничего, все еще впереди. Или, может быть, это было у человека, который брал у вас интервью. Насколько документальное кино сейчас востребовано в России? То есть, вот, насколько оно на... Я заметил, что вот театр вызывает какое-то очень тоже повышенное внимание и нервозное отношение. То есть, казалось бы, на телевидении можно встретить больше каких-то там провокационных тем, там, не знаю, обвинений, если в безнравственности, там, и каких-то там врушений нравственных устоев, там, достаточно посмотреть ток-шоу. Но, тем не менее, вот претензии к театру и к документальному кино как-то его рассматривают под лупой, всегда обвиняют в каких-то всех грехах, там, отсутствие патриотизма, отсутствие любви к родине, там, каких-то еще вещах. Почему вот именно документальное кино и театр, вот они сейчас в таком пристальном внимании? Государство, я имею в виду. Да, в театре действительно много интересных вещей у нас происходит. Это такая площадка, мне кажется, которую многие режиссеры прям используют для того, чтобы как-то немножко поднять уровень осознания того, что происходит у людей. Мне кажется, очень здорово, что когда ты видишь какой-нибудь глубокий спектакль, на котором полный зал, не имеющих отношения к культуре людей, очевидно, просто разных людей, это очень здорово. Но пристальное внимание... Ну, у нас, к сожалению, в России был там телеканал 24ДОК, где показывали документальные фильмы, а теперь его нет. И такого рода кино, как мы снимаем, да, как показывается на Ордок-фесте, и его, кроме как на фестивалях, в принципе-то негде посмотреть, по большому счету. Но я хочу нашим слушателям сказать, вот обязательно посмотрите его на большом экране, потому что, к сожалению, я действительно чувствовал, что фильм в каких-то моментах, чтобы увидеть, разглядеть какие-то вещи, то есть его нельзя смотреть на маленьком экране, потому что он просто очень красиво снят, очень поэтично снят. И вот чтобы понять эти все образы, чтобы сложился весь пазл, я понимаю, что у вас, если вы дома будете смотреть, есть всегда искушение что-то остановиться, отойти, а здесь вы можете потерять эту нить повествования, потому что он складывается как пазл, который вдруг... Я бы сказал, что фильм импрессионистский, поскольку вот какие-то мазки, которые должны... Вот нужно, когда фильм заканчивается, отойти на шаг, чтобы это все увидеть в целом. То есть тогда ты понимаешь, что тебе рассказывают. Ну да, в принципе, как бы эстетически, если проводить аналогию, то я вижу, он скорее больше относится к конструктивизму, этот фильм. Это как, не знаю, картина Малевича, что ли, какой-то такой коллаж, который действительно нужно осмыслить самому. И мне кажется, вот это важно. И да, фильм, конечно, лучше смотреть на большом экране. Вот у нас будет показ 23 октября. И следующий показ еще можно будет посмотреть фильм в Риге, в кинотеатре Splendid Palace 4 ноября, в рамках кинопонедельника. Вот, и мне кажется, это, я думаю, просто если смотреться на большом экране, то ты, то, к чему мы стремились, я думаю, у нас получилось, чувствуешь себя внутри какого-то космического корабля. Вот, и внутри космического пейзажа, чего не получается на маленьком экране, что просто темные сцены на маленьком экране выглядят иначе совершенно, чем в темном зале с большим экраном. Чем вообще занимаются документалисты? Потому что понятно, что фильмов уже невозможно снять так много, как хотелось бы. Их, к сожалению, показывают в основном на фестивалях. Что еще занимает в жизни, чем занимаются режиссеры-документалисты? Кроме того, что я снимаю кино. Ну, мне повезло, что я, в принципе, всегда хотела заниматься только тем, что мне нравится. Я это делаю. Мне нравится документалистика, я занимаюсь документалистикой. Я снимаю кино, когда я его не снимаю, иногда помогаю другим людям снимать кино. Вот, всячески, не знаю, читаю книжки, смотрю чужие фильмы. Так что я в этом смысле так, ну, просто все время занимаюсь искусством. Фестиваль в Карловых Варах, насколько важным было получить приз жюри? Насколько там обращают внимание на документальное кино? Ну, это фестиваль, в принципе, смешанного жанра, да. Там есть и игровое, и документальное. И, наверное, главное, как бы, внимание в Карловых Варах все-таки уделяется игровым фильмам. Но, тем не менее, здорово, что мы получили приз. И, на самом деле, какой-то отзывы, которые я получила, поняла, что, в принципе, люди увидели то, что я бы хотела показать. Это главное. И как-то оценили это. Это приятно очень и важно для проекта, потому что, ну, с таким призом мы получили возможность номинироваться на Оскар. И получили какие-то приглашения от других фестивалей. Это значит, что больше людей увидят этот фильм, что, конечно, замечательно совершенно. В России, кстати, его покажут? В России в рамках «Радокфеста» покажут. Мы отправили какие-то другие фестивали еще. Так что я надеюсь, да, что мы посмотрим это кино еще. И что это не разовая акция будет. Как раскрывались вот эти герои? Что думали, например, вот те самые там физруки, вот эти, ну, работники, я не понимаю, военкомата, или, ну, которые… Ведь фильм – это подготовка. Сейчас вот, сейчас меня, наверное, заставил бы, наверное, отжаться еще раз, несколько раз, чтобы я запомнил день героя, по-моему, да? День героя России. «Радокфестов» – отечество, вот так. Да, слава богу. Даже не родина, а отечество. Потому что там есть эпизод, где заставляют отжиматься, чтобы запомнили, как правильно называется этот праздник, ребят. И девочек, кстати, по-моему, тоже. И вот как это происходило? Что они думали? Они думали, что вы снимаете патриотическое кино? Или что это вот? Как вы их заставили так достаточно раскованно? Потому что я… Там даже был один момент, когда произносится фраза, которая меня ужасно тоже развеселила, когда он говорит, что вам предстоит испытание, вы все-таки в России живете. То есть как-то… Это прямо, ну, я не знаю, какое-то ощущение, что по сценарию он сказал, но это… Да, да, вот этот физруки и учитель преподавателя в этих кружках – это потрясающие, конечно, люди, очень харизматичные. И как-то вот у них так складываются фразы, что прямо даже в хорошем сценарии сложно прописать. Я честно с людьми делила своими планами. Я им говорила, что я не знаю, что в итоге получится, но мы делаем фильм о советской культуре. И я думаю, в этот момент они немножко выдыхали и понимали, что речь идет о чем-то большем, чем как бы вот конкретно их история, их-то вполне устраивало, что мы видим в фильме в результате. А поскольку это люди в основном таких, ну, патриотических взглядов в смысле следования некоему такому мейнстриму, да, политическому, то они смотрели на это, видно, со своей точки зрения, как это должно выглядеть. Советская культура и ее значение в... Воспитании, да. В воспитании в современном моменте. У меня немножко другой взгляд на это, но мне кажется, у них вот свой взгляд на жизнь, у меня свой взгляд на жизнь. Мы вместе, это было сотрудничество, мы снимали, они снимались в фильме, да. Ну, не позволяли себя снимать. И мы вместе делали одно дело, ну, немножко, может быть, мы по-разному на это смотрели. По-разному смыслу вкладывали, да? Да. Собака – это замечательная какая-то, ну, вот как то ли волк, то ли собака заснеженная. Вот как это было задумано? То есть вот что это? О, это чудо настоящее было. Это было потрясающе совершенно. Было в последний день, и нам очень не хватало фабрики, самой фабрики как образа. И я все время придумывала в своей группе оператору в первую очередь сказки, что мы идем снимать как бы события, а на самом деле нас вот как бы, ну, вот это вот, чтобы вложить мифологический слой, собственно, в который там есть, ну, чтобы там человек, который снимает, имел это в виду. Говорит, а теперь, я говорю, вот в последний день, говорит, фабрики нет, он говорит, ну, пойдем снимем фабрику как некое существо, какое-то зверя, который прячется в темноте. Вот. Может быть, дурацкая мысль, ну, почему бы и нет. И мы пошли на фабрику, а у нас здесь действительно встретили этого зверя. Ходила какая-то обросшая эта собака, замерзшая совершенно. И она немножко побаивалась, но ходила кругами вокруг нас. Я ее подозвала, стала с ней разговаривать, спросила, как она живет. И она мне начала рассказывать историю на своем собачьем языке. Мне кажется, и просто она как человек, и мне кажется, это единственное такое свободное существо, которое рассказывает от что-то на своем собачьем языке, то, что она чувствует, а не то, что положено говорить. И это, конечно, был большой подарок, что мы встретили эту собаку. И, как раз, возвращаясь к разговору о звуке, мне кажется, вот такую речь, что произнесла эта собака, вот так она должна и звучать в кином, потому что, в принципе, понятно же, что она имела в виду. И это чисто эмоционально. Это такой эмоциональный посыл, сказанный собачьими словами, который мы не понимаем, но мы точно знаем, как себя чувствует, что чувствует это живое существо перед нашими глазами. Поэтому собака очень важная. Если бы мы не встретили эту собаку, я вообще не уверена, что сложился бы фильм у меня. А вот этот поэтический совершенно, тоже зацепил образ, когда коридор с горящими огнями накладывается на панораму города, и, в принципе, вдруг возникает ассоциация с лагерными вышками, которые стоят и освещают пространство. Вот это было тоже... Такое странное состояние, да, как будто бы с одной стороны такая магия, как будто бы ты внутри зеркала погружаешься, а с другой стороны внутри этого зеркала какие-то лагерные пейзажи. Мне так понравилось это место. Там снимали в этом общежитии. И потом я поднялась на верхний этаж, где было там лампочки, такой решеткой покрывают, чтобы их не украли. Получается красивый, волосатый свет такой загадочный. Вот это вот такая геометрия, коридора световая, которая отражается, собственно, в этом лагерном таком северном пейзаже. И такое магическое, тоже неожиданное сочетание вот этого ощущения чуда, какой-то хрустальной такой, хрупкой прозрачности, какого-то уже, ну, очень сурового, очень мрачного, такого выползающего из реальности, из этого тёмного пейзажа бытия. И хорошая там история была. Я смотрела, ещё не позвала оператора, как-то в это окно, и вышла женщина, которая вот одна из женщин в халате, которые живут на этом этаже, так посмотрела, меня поулыбалась. Видно, там уже все знали, что мы снимаем. Она была очень рада, что мы снимем это окно, потому что для неё это самое любимое место, я так понимаю, вообще в городе, и, может быть, самое лучшее место в её жизни. Потому что она вот там выходит иногда, и там северное сияние видит. Вот. И это, конечно, парадоксальное сочетание какой-то невероятной космической красоты, то, что есть в этом месте, да. И очень тяжёлого, и давящего прошлого, и настоящего в каком-то смысле тоже. Потому что там совершенно действительно фантастические кадры, когда мы смотрим на город, и вот эти бесконечные снега, которые уходят, ощущение такое, что нету неба, есть только один снег, и всё это тоже, ну, такое... И восхищающе, пугающе одновременно вот это какое-то такое вот двойственное чувство, которое создаётся. Фильм, в принципе, вот ещё раз скажу, для большого экрана понятно, что нужно ловить момент, то есть это 23 октября, 23 октября, 4 ноября, две возможности посмотреть этот фильм на большом экране в рамках Hard Dog Fest, и вот затем кино по понедельникам, да, будет программа такая. Да, да. А делались ли дубли в этом фильме? То есть, если вдруг в какой-то момент вы понимали, что вы что-то упустили, там вот, ну... Тогда в этот же момент оператору прилетало. Ну, что, не повторяю, нет. Мы дубли не делали. Не повторялось, да, то есть это невозможно. Я что-то вообще не люблю, и там... А зайди ещё раз там вот как бы там или как-то... Нет, ну, пройдитесь, пройдитесь. Нет, нет, это не про меня, я просто... Ну, нет, это возможно делать, наверное, в каком-то другом жанре, и, в принципе, я уважаю жанр такого полуигрового, документального и кино, когда... Ну, тогда нужно всё ставить, да? Либо ты ставишь всё, либо ты не ставишь ничего, потому что если один кадр будет поставлен, а остальные нет, будет рождаться ощущение... Вот я, например, вижу, какие кадры поставлены, когда смотрю чужие фильмы, когда, в принципе, материал документальный, и вдруг пройдитесь. Да, да. Зайди ещё раз в кадр. Ну вот, поэтому мы ничего не ставили, что это бы сразу выбивалось. Да, никаких дублей. Это тяжело, и, конечно, ну, для группы, потому что нужно быть начеку, ну, у меня, конечно, суперпрофессиональные ребята работали. Мне кажется, это вопрос профессии, того, чтобы успевать и делать искусство, и хорошие кадры, и успевать запечатлевать жизнь. Ну, как бы, я считаю, что кино надо снимать вот только так. Нет ли искушения через какое-то количество лет вернуться к этой теме, не знаю, там, 20 лет спустя, посмотреть, что случится, как будут жить эти вот с горящими глазами, может быть, там, эти ребята, которые собирают, разбирают автоматы, которых учат ходить строевым шагом, там, на сцене показывать какие-то там военные. И что, будут ли они свободными людьми, останутся ли они в этой клетке? Я не буду это сделать точно, потому что это довольно глупо делать ремейк собственного фильма. Вот, я так считаю. Кто-нибудь обязательно будет новое поколение режиссёров, что важно, с другой ментальностью, потому что я замечаю даже те люди, которые там на 10 лет младше меня, которым 20 сейчас, они другие совсем, и они более свободные, мне кажется. То есть, вы считаете себя менее свободной, чем они? Я считаю, что я выросла в 90-е, довольно, как бы, такая жёсткая среда у нас была, при том, как бы, да, это время надежд было и прочее, но довольно такое агрессивное. Сейчас, ну, гораздо спокойнее, гораздо более защищённее, и люди могут себе позволить быть более нежными, что очень важно, мне кажется, потому что, когда ты можешь позволить себе не сражаться, ты видишь мир немножко иначе, и я думаю, что они и добрее, и свободнее, и что какой-нибудь режиссёр, там, лет через 20 моложе, снимет замечательный фильм про это, потому что про это нельзя будет не снять фильм. Я бы хотела снять ещё фильм о России, потому что «Бессмертный» — это о Советском Союзе фильм. Не совсем о России, он имеет отношение к, такое же отношение к Латвии, к Эстонии, хотя вот повторюсь, что мне бы сложно было снимать фильм в Прибалтике такой, потому что всё-таки в Прибалтике очень сильная национальная культура, которая, может быть, и позволила Латвии и Эстонии стать по-настоящему независимыми и, наконец, заняться развитием собственной культуры, собственного языка, да, после распада Советского Союза. Но, в принципе, это вненациональная идея, и вот я этот фильм сделал про Советский Союз, но мне бы, может быть, хотелось бы сделать что-то о русской культуре когда-нибудь, о России не советской, а вот о чём-то более прекрасном. А России Достоевского, Чайковского, вот, да. Но у вас же уже были фильмы, правда, совсем короткометражные, в самом начале, когда вы ездили по российским деревням снимать? Это не российский, это первый мой фильм, который я вообще в России сняла, потому что, ну, в России, именно как бы внутри того, что ожидаемо российской культурой, что я снимала в Карелии, финно-угорскую культуру снимали, а малый народ финно-угор, я снимала в Белоруссии, Белоруссия тоже не Россия, у них есть своя культура, хотя это, ну, к сожалению, последствия Советского Союза, что это воспринимается как единое культурное пространство. Нет, это разные вещи. Да, два фильма в Карелии я сняла, и в Белоруссии короткие, и, да, я путешествовала, мы снимали такой фильм о архитектуре немножко, но это тоже не совсем то, это скорее, да, потом в Чечне, да, и так получается, что я всё время делаю фильмы о чём-то другом. И, да, следующий фильм тоже будет не в России, я его не буду не в России снимать, но через какое-то время я бы хотела вернуться к, вот, да, потому что всё-таки есть другая сторона у российской культуры, это не только советское наследие, вот, которое мы запечатлели в фильме «Бессмертие», это ещё такая очень большая и красивая культура, которая, в принципе, очень чувствительная к другим культурам и способная, как бы, вобрать в себя разные опыты, это, как бы, что-то другое, вот, и которая, к сожалению, эта культура, она репрессировалась и в Советском Союзе, точно так же, как репрессировалась, там, прибалтийская культура, да, как любая, там, любой живой процесс, да, так что вот это вот я бы, наверное, когда-нибудь сделала. В 90-е годы это было, ну, вот, ваше отношение к 90-м, потому что к ним очень такое двойственное сейчас отношение, и я замечаю, что, ну, вот, даже на официальном уровне их, ну, представляют, как время разгула, беззакония, ну, на смену которому пришла уже какая-то стабильность, вот у вас прозвучала фраза о том, что вот спокойствие, то есть вот спокойствие – это цена. Ну, такая, просто материальная защищённость, в общем, да, и такая формальность, что там тебя там не убьют на улице. Ну, вот 90-е плата за большую, там, не знаю, свободу слова, свободу личности была ли адекватной, тому, что вот этой угрозе, действительно, тому, что тебя могут убить просто на улице? Ну, это естественный процесс, потому что после любых крупных социальных перемен немножко беспорядок, да, происходит, и, насколько мне известно, в Украине то же самое сейчас происходит после Майдана, и это неплохо, нехорошо, это естественный процесс, что если ничего не менять, то будет бессмертный. Менять надо обязательно, но если ты что-то меняешь, то, конечно, да, какое-то время будет немножко небезопасно. И это неплохо, нехорошо, это просто данность. Ну что же, время, вот, к сожалению, так быстро пробежало. Фильм «Бессмертный», режиссер Ксения Ахапкина сегодня была у нас в студии, 23-го числа вы можете посмотреть его в рамках «Арт-дог-феста», не успеете, еще есть 4-го ноября сеанс «Сепландат Палас». Спасибо вам большое. Спасибо, Олег. До новых встреч.